15 января Осипу Мандельштаму сегодня исполнилось бы 130 лет, а жить из них ему довелось заметно меньше половины – 47. Именно в этом возрасте в одном из учреждений ГУЛАГа завершились дни гениального поэта, самого таинственного и самого загадочного из всех русских поэтов XX века. Его молодая привычка выпячивать грудь и гордо вскидывать кудрявую голову подбородком вперед делала его похожим на дрочливую птицу, готовую в любую минуту ринуться в бой на врага. Наружность у него была странная, обращающая внимание. Костюм фронтовской неряшливый, баки, лысина, окруженная вьющимися редкими волосами, характерное еврейское лицо и удивительные глаза. Закроет глаза аптекарский ученик, откроет ангел. Он прожил всего 47 лет. Первую и лучшую часть своей жизни он провел в Петербурге, который всегда для него был городом особенным. И именно сюда, оставив молодую, пока еще не жену в Киеве, после целого ряда приключений, Мандельштам вернулся осенью 1920 года. И хотя после более чем двухлетней разлуки город казался ему незнакомцем, сквозь скупые тени нынешнего Петрограда, мрачного, ночного, советского, проступали былые картины иной, безвозвратно ушедшей жизни. Анна Ахматова вспоминала. Все старые петербургские вывески были еще на своих местах, но за ними, кроме пыли, брака и зияющей пустоты, ничего не было. Сыпняк, голод, расстрелы, темнота в квартирах, сыры дрова, опушшие до неузнаваемости люди. Город не просто изменился, а решительно превратился в свою противоположность. Сразу по приезде Осип Эмильевич поселился в знаменитом Доме искусств, или, как его еще называли, диски. Бывший Елисеевский особняк на мойке 59 был превращен в общежитие для писателей и художников. Мандельштаму удалось занять нем крохотную неотапливаемую комнату в полуподвальном помещении, где до революции жила прислуга Елисеевых. Дом искусств, или, как его назвала Ольга Форш, сумасшедший корабль, стал своеобразным культурным центром бывшей российской столицы. Здесь проходили литературные чтения, вечера, художественные выставки. Здесь читали лекции в парадных залах и проводили диспуты на коммунальной кухне. Вынужденные соседи собирались вместе, спорили до хрепоты о судьбах России, русской литературы, о великом предназначении поэта. А отсутствие уюта и атмосферы общежития ни в коей мере не смущали обитателей диска. Все же это была коммуна, и порой их личные отношения сплетались в запутанный клубок. Любовь, страсть, ревность, безумие. «Жили мы в убогой роскоши дома искусств», – вспоминал Мандельштам. Поэты, художники, ученые, странной семьей, полупомешанные на пайках, одичалые и сонные. Это была суровая и прекрасная зима 20-21 года. Именно прекрасно, потому что в этом знакомом до слез городе сердце поэта неожиданно ворвалась любовь к 23-летней актрисе Ольге Арбиминой. Как актриса она, однако, не добилась известности, а, возможно, и не стремилась к ней. Высокая, с длинными стройными ногами, копной густых волос, совершенно прямой балетной спиной. Ольга очаровывала мужчин, пленяла их своей красотой. О себе она писала. «Я видела на коленях перед собой поэтов и художников, профессоров и мальчиков. И на руках меня носили много. Правда, меня баловали, если не всегда серьезно любили». В молодости у него был двухлетний и близкий к помолвке роман с другом Сергея Есенина, поэтом и, по выражению Адамовича, самым петербургским петербуржцем – Леонидом Конегиссером. Многие отмечали исключительное обаяние молодой женщины, ее глубокую индивидуальность. Ею восхищались, вдохновлялись, в нее влюблялись, ей писали проникновенные письма и посвящали стихи. Но в памяти она осталась как муза двух гениальных поэтов, двух друзей – Гумилева и Мандельштама. На самом деле, призвание музы в искусстве – одно из самых трудных и неблагодарных. Реальные черты ее со временем размываются или вовсе замещаются поэтическим образом, который часто не имеет с действительностью ничего общего. Может быть, поэтому так трудно представить, что эта Сильфида, красавица-актриса, которую Гумилев называл царь-ребенком, а Мандельштам – психеей, сама пробовала себя в поэзии и была необычайно интересным художником, создателем полуреального, полусказочного мира своих акварелей. Рисовать она начала под влиянием мужа, но случилось это только в 1921 году. Пока же Ольга весела, свободна и переживает новые увлечения. Знакомство Осипа Емельевича с Ольгой состоялось в конце октября, после Мандельштамовского выступления в клубе поэтов. Ей запомнилась его совершенно особая манера чтения – музыкальная, высоким тоном. Он как будто пел свои стихи. 29-летний Мандельштам серьезно увлекся Арбениной. Ольга взаимностью не отвечала. В то время она находилась в близких отношениях с его другом Николаем Гумилевым. Вот как об этом вспоминает Ирина Адойвцева. В Петербурге Мандельштам увлекся молодой актрисой, гимназической подругой жены Гумилева. Увлечение это, как и все его прежние увлечения, было катастрофически гибельное, заранее обреченное на неудачу и доставило ему немало огорчений. Тем более, что жизнь никогда не баловала Мандельштама. Он не был ни ловок, ни уживчив, ни победитель, ни удачлив. Да и негоден сон на роль обольстителей Дон Жоана. Его подлинное обаяние было неотделимо от магии его стихов. Встречи поэта с Ольгой продолжались около трех месяцев. Она вспоминала. Я обращалась с ним, как с хорошей подругой, которая все понимает. И о религии, и о флиртах, и о книгах, и о еде. Он любил детей и как будто видел во мне ребенка. И еще, как это ни странно, что-то вроде принцессы. Вот эта почтительность мне очень нравилась. А Мандельштам потерял покой. Ослепленный страстью он признавался. На дикую, чужую мне подменили кровь. Любовь к актрисе заставила его пережить целую бурю эмоций. И страданий, и радость, и сомнения, и надежду, и ревность. Свою любовь он называл мукой и относился к ней, как к искушению. Ольга же в книге «Девочка, котящая сердцом» вспоминала. «Я не думаю, чтобы Гумилев думал, что у меня роман с Мандельштамом. Он его не считал способным на реальные романы. Моя беготня с Мандельштамом и редкие свидания с ним в его комнате не вызывали сомнений у Гумилева. Но как-то он сказал мне, «Неудивительно, что Мандельштам в вас влюбился». Я рассказала Мандельштаму это, и он со своей забавной интонацией поразгласил. Со времен Натальи Пушкиной женщина предпочитает гусара-поэту. Роман актрисы Мандельштама был совсем коротким, и с новогодней вечеринки в Доме литераторов в честь нового 1921 года Ольгу Гильдебранд-Торбенину увел молодой литератор и художник из Вильна Юрий Юркун. Любопытно, что Осип Эмильевич называл Юркуна бархатным, а Ольга позже возражала. Юра был не бархатный, а железный. Выбросил из моей жизни и Гумилева, и Мандельштама. Ради справедливости нужно признать, что симпатия Осипа Мандельштама явилась все же причиной его серьезной размолвки с Гумилевым, первой за их 12-летнюю дружбу. Впрочем, негативные эмоции удалось быстро преодолеть, тем более, что объект страсти двух поэтов не осталось ни с одним. По воспоминаниям Павла Лупницкого, уже 1 января 1921 года Мандельштам пришел к Гумилеву и сказал, «Мы оба обмануты». После чего оба они захохотали. В пустом, промерзшем и голодном Петрограде Мандельштам создаст самый большой в его творчестве любовный цикл. Все стихи, входящие в него, относятся к числу самых волшебных русской поэзии. Все они были написаны одной осенью, осенью 20-го года и посвящены Ольге Арбенине. Хотя в некоторых Мандельштам ни разу не назвал ее имя. А дальше все сложилось по неведомым человеку законам судьбы. 22-летний Леонид Канегессер был расстрелян в 1918 году за убийство председателя Петроградской ЧК Моисея Урицкого. Гумилеву оставалось несколько месяцев до гибели. Мандельштам с Надеждой Хазиной, ставшей его женой, вскоре уехал в Москву. Ольга Арбенина в том же году вышла замуж за писателя и художника Юрия Йоркуна. Она дожила до глубокой старости и умерла в Ленинграде в 1980 году. А ее мужа в 1938 расстреляли по ленинградскому писательскому делу. По тому же делу в 1938 году был расстрелян и Бенедикт Лившиц. А Осип Андельштам в конце декабря 1938-го, не дожив недели до собственного 48-летия, умер от тифа в пересыдном лагере во Владивостоке. Ольга Гильдебрандт говорила, что осталась лишь тенью в судьбах Леонида Конегиссера, Михаила Кузмина, Николая Гунилева, Юрия Йоркуна Иосифа Мандельштама. Через много лет она напишет в письме своему другу, художнику Владимиру Милошевскому. Мы с Мандельштамом очень весело болтали, и непонятно, почему получилась такая трагедия в стихах. Теперь я с грустью понимаю его жизнь, и весело наше короткое знакомство. Молодые поэты говорят о нем как о величайшем поэте эпохе. Я рада, что послужила тема для стихов. Могу еще добавить, что он был добрый и хороший человек. Ты, я помню, называл его стихи холодными, а мне они кажутся горячими, так мало у кого. Я наравне с другими Хочу тебе служить От ревности сухими Губами ворожить Не утоляет слова Мне пересохших уст И без тебя мне снова Дремучий воздух пост Я больше не ревную Но я у тебя хочу Сама себя несу Я как жертва плачу Как жертва плачу Вернись ко мне скорее Мне страшно без тебя Ведь с каждым днем сильнее Я чувствую тебя И все, чего хочу я Я вижу наяву Я больше не ревную Но я тебя зову Но я тебя зову Но я тебя зову Я больше не ревную Но я тебя хочу Сама себя несу Я как жертва плачу Как жертва плачу Плачу Я больше не ревную 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 Я больше не ревную